Когда в конце лета высшие учебные заведения Волгоградской области объявили о начале учебного года в обычном режиме, для многих это стало хорошей новостью. Возвращение в стены альмаматор, занятия с любимыми преподавателями, общение с одногруппниками. По всему этому ребята успели соскучиться. Однако к середине осени эпидемиологическая ситуация в регионе осложнилась настолько, что вузы были вынуждены вновь перевести часть занятий в удаленный формат. Многие студенты с пониманием отнеслись к этим мерам. Такие направления, которые больше практически прикладные, им, конечно, тяжело или практически невозможно осваивать часть программы через удаленное обучение. Но если думать, что у нас в приоритете, конечно же, здоровье, то все-таки это хороший выход. Я положительно отношусь к удаленному обучению во время коронавируса. Среди таких вузов, которые просто не могут перенести все занятия в онлайн-формат, и медицинский университет. Будущие врачи некоторые пары посещают очно, а также активно помогают своим коллегам, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Поскольку эпидемиологическая обстановка в городе достаточно сложная, я считаю, что дистанционное обучение – это лучший вариант из всех возможных. Правда, обучаясь в медицинском университете, невозможно все предметы перевести в дистанционный формат. Поэтому некоторые занятия мы посещаем очно, но стараемся соблюдать все правила и меры безопасности. Дистанционное обучение – это вызов не только для студентов, но и для преподавателей. Ведь онлайн-пары значительно отличаются от занятий в аудитории. В некоторых вузах потребовалась специальная адаптация учебной программы под новые условия. Преподаватели грамотно подошли к подбору заданий. Если, например, на семинарском занятии в классическом варианте больше времени уделялось на обсуждение вопросов для семинарского занятия, список которых был заранее известен, то сейчас уже больше времени на семинарских занятиях, на дистанционном обучении уделяется заданиям, которые мы выполняем вот здесь и сейчас. В аудитории или в интернет-пространстве так или иначе волгоградские студенты продолжают получать образование. Они осваивают учебные дисциплины, несмотря на трудности. Ксения Колоскова, телеканал «Волгоград-1».